друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал самвел адамян мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно последний ролик на канале адамяна ролик под названием мамка в порядке не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои обсудим с вами очень интересный ролик вы знаете мне кажется этот ролик севки адамяна надо обязательно от и до прям до дыр досмотреть и посмотреть надьки беляшу надьки недогарки друзья мои чтобы посмотреть как к ней на самом деле относятся шупа севка и собственно все их ближайшее окружение вся так скажем шайка лейка хотя я прекрасно понимаю что надька знает давным давно все отношение к себе особенно со стороны шупы но вы знаете вот что самое интересное когда у человека нет ни чести ни достоинства нет вообще абсолютно ничего от слова совсем то он позволяет по себе проходиться буквально катком ее обзывают оскорбляют уже даже в глаза не то что в глаза на камеру на огромную многотысячную аудиторию обсирают с головы до ног она все равно отряхивается надька беляш и продолжает лезть к севке лезть к шупе зная прекрасно что шупа ее просто не переваривает уже обсирает ее конкретно но так продолжает лезть да надька из той категории людей которым хоть сы в глаза все божья роса ее в дверь а она в окно о чем мы с вами миллион раз говорили в общем мои хорошие обо всем по порядку севка пришел к мамке ну а та выседает на скамейке вместе со своей подружайкой зиной сидят довольные счастливые лясы точат и тут звонок севка говорит небось надька звонит ну а далее друзья мои мамка пообщалась с надюхой и севка решил продолжить разговор и конечно же поговорить за надюху интересуется а чего говорит надя то не приехала к тебе на пасху она же говорит могла бы и приехать а то говорит надя пожаловалась мне мол что вот марина все карты и спутала марина же помните на дне рождения шупы в ресторане там когда надька с маринкой сцепились я думала что надька вцепится маринке волосы там же марина сказала не 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 я приеду на пасху к вам татьяна васильевна в общем маринка за собой место на пасху застолбила а приехать не приехала но с другой стороны ребят и правильно сделала было бы смешно если маринка перлась к бабке шупе на пасху за 3 9 земель западной украины в днепр это было бы очень сильно можно подумать прям какие-то там такие знаете близкие родственницы которые так друг друга обожают короче марина специально на злу надьки сказала о том что она приедет к шупе на пасху ну а сама взяла и не приехала а надька жалуется севки жалуются мол собиралась приехать в итоге сама не приехала и мне не дала типа сама не ам и другим не дам и задает вопрос севка шупе своей мамки мол а чё надя ты не приехала к тебе мама до пасху на что шупа разозлилась ее уже бесят давным-давно и выводят из равновесия все темы которые касаются надьки но потому что ее надька раздражает это понятно ребят ну вот представляете вас раздражает какой-то человек вам какой-то человек не очень так скажем мягко говоря приятен а вас этого человека тащит к вам в дом без вашего ведома вашу однокомнатную квартирку заставляет вас жить с этим человеком ради контента опять же под одной крышей и все это севка делает для того чтобы снимать киношку вот всякий раз когда он спрашивает мама а чё надя-то тебе не приехала а чё ты найдет а к себе не позвала севка так позови надю к себе к себе домой позовите ну или к сытникам причем тут бедная твоя мамаша которая уже устала от этой надьки я грибы лапшупина возможность у шупы такая возможность она бы ту дверь уже заколотила давным-давно и надьку бы туда не пустила на что разозлилась и говорит да чё ей сюда переться за 3 9 земель яйца красить нафиг это надо мол она яйца может покрасить и у себя в недогарках ну а севка решил дальше мамку изводить этими тупыми разговорами ржет гогочит видя что мамка опять вошла в раж и начинает уже раздражаться и говорит нет мама не то надя хотела с тобой не хотела не посвятить яйца а хотела сокнуться яйцами кто кого победит далее спросил коронный вопрос який мамка сахар так говорит 7 и 9 о ребята обратите внимание как только сахар замечательный мамка четко знает який сахар далее севка напоминает мамке о том что завтра завтра они идут на массаж ну а зина вместе с мамкой в унисон упрашивают севку зина говорит сам велчик так приведите к маме ну вот того вот того вот ту женщину чтобы она ей почистила ноготочки мамка сидит и говорит да да почистят мне ноготочки у меня ногтики будут як у младенца ну да друзья мои севка объясняет мамке что это не нарост на ногах а это самый настоящий грибок я ребят сижу и думаю а неужели нельзя вылечить ей грибок понятное дело что у нее ног все уже в запущенном состоянии и чем дольше находится у человека грибок на ногтях тем лечить его сложнее но в любом случае это возможно почему бы и нет время есть деньги есть силы есть но нет манка ходит и отсвечивает своими когтями страшными далее друзья мои севка начал отчитывать мамку опять по поводу жрачки нахера говорит ты киви берешь постоянно кивы 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 сидит мамку передразнивает вот уж говорит любит она фрукты сева твоя мама любит все что не приколочено все что ей нельзя а потом жалуется что то сахар не показывает то пальцы себе никак не проколоть то еще что то ну а далее друзья мои севка решила рассказать как он отметил пасху на игре и вы знаете севка был бы не севкой если бы не обосрал сетников по полной программе это они с мамкой умеют делать лучше всего и говорит ой света купила какое-то мясо ребята я вот послушала два раза он как то он сказал как как то он назвал это мясо хунгурая или какое-то напишите что он имел в виду я так и не поняла он потом сказал позднее то ли это козлятина была то ли это что то такое было объясните мне пожалуйста что это за слово я прослушала два раза я так и не поняла что он имел в виду короче света permanently пошла покупать мясо купила какое-то мясо он哪裡-то мясо было говорит такое вонючие вот говорит такое вонючее, даже, говорит, Коля, я, говорит, Коля сказал, Коля попробовал, говорит, взял в рот, ну да, мне уже смешно, а Вано говорит, фу, и Коля, говорит, его выплюнул, вы знаете, Севка, вот, любит засрать абсолютно все, это из серии, пирог, говно, хозяйка, б, ну, и далее по тексту, кто слышал, тот слышал, ну, а Шупа говорит, да, 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 а я, говорит, когда, говорит, последний раз ездила, говорит, к сытникам, говорит, да бабки, вот какая ж подлюка эта Шупа, вот кто ее защищает, вот как вам не стыдно так говорить, вы послушайте, как она отзывается, вот ей надо было обязательно уколоть Ольгу Леонтьевну и обозвать ее бабкой, ну, у них разница в 10 лет, ну, почему Ольга Леонтьевна бабка для Шупы, ну, некрасиво, согласитесь, и она говорит, ой, то там, говорит, на дне рождения этой бабки мне больше всего понравились ковбаски, да, друзья мои, Севка говорит, то были, говорит, да, да, что-то он сказал, что то были, я забыла, как они называются, короче, ребята, я сегодня, да, маразм крепчал, деревья гнулись, он и говорит, ой, да, купаты, по-моему, он сказал, это были, короче, Севка рассказывает мамке, что это было, а мамка говорит, ой, мне так эти колбаски понравились, такие, говорит, замечательные, а нарезки, говорит, я и не пробовала, нафиг они не нужны, слушай, ну, при чем тут ты, да, гости накрыли на стол, поставили разные блюда, нарезки нужны, да, закуски нужны, салаты поставили, горячие поставили, колбаски были, опять же, да, что посчитали нужным хозяева, то, собственно, и поставили гостям на стол, чтобы было полнейшее разнообразие. Ну, а Шупа продолжает, начинает рассказывать, как будет накрыт стол у них, когда Надька приедет к ней отмечать свой день рождения, для тех, кто не в курсе, Надька собралась отмечать день рождения у Шупы в квартире, и мамка Шупа начинает перечислять, она говорит, ой, а нам нарезки и не треба, не надо, Надя, говорит, часть с собой, говорит, заготовок привезет, часть, говорит, заготовок мы здесь доготовим, в этот момент мне стало смешно, Шупа забыла сказать, не мы доготовим, а Надька доготовит, Шупа, если только будет сидеть, друзья мои, и дегустировать, пока Надька будет готовить, посчитала, быстро-быстро, так, говорит, нас будет 8 человек, мы, говорит, седаем за стол, сядем так, чтобы удобно было подносить к столу, ну, понятное дело, Надька, помимо того, что будет именинницей, будет еще и в качестве прислужницы, будет бегать вокруг Шупы свадебным генералом, на этом дне рождения будет, конечно же, Шупа, а Надька будет бегать там в три ноги, обслуживая, как прислуга абсолютно всех. В общем, мамка дала всю раскладку, все посчитала, все сказала, в этот момент Севка сидит, у него, знаете, как это, позднее включение, до него тоже сегодня туго доходит, он и говорит, а ты про чей день рождения сейчас рассказываешь, спрашивает он у матери, она говорит, ты что, говорит, совсем того, я, говорит, рассказываю про Надин день рождения. Друзья мои, Севка, в отличие от мамки, еле-еле досчитал, что-то, говорит, ты не так нам народ посчитала, еле-еле сам посчитал до восьми, а мамка в это время раньше его уже всех посчитала, всю раскладку выдала, все организовала, сказала, как и где что будет и так далее. В общем, всем тем, кто там трындит про мамкину деменцию, как говорится, выкусите фигушку вам с маслом, не дождетесь. Вон у Севки нет такой реакции, которая была у мамки Шупы. Далее, друзья мои, Шупа озвучила, что это первый и последний раз, когда Надька сюда ломанулась отмечать свой день рождения. Она говорит, отмечать свой день рождения надо у себя. Ну а далее, друзья мои, Севка вспомнил ни с того ни с сего и говорит, ой, а Коля-то тут на себе, говорит, нашел клеща. Клещ, говорит, к нему как присосался. Сев, да. Вот Коля бдительный, в отличие от тебя. Вот Коля-то нашел клеща, а ты за столько лет на себе здорового толстого увольноклеща так и не смог распознать, который присосался к тебе и высосал из тебя уже практически все твои бабки. И продолжает сидеть и сосать, посасывать дальше. Далее, друзья мои, Севке стало совсем скучно, и он решил довезти мамку. Вывезти мамку из себя. Как это сделать, Севка знает на раз-два. Довезти мамку до Цугундера можно, сказав про Надьку, что он что-то для Надьки сделает. И будет тратиться деньгами на Надьку, на Сытников, ну или на Колясика. И говорит, ой, а вон тут на первом этаже квартирка сдается. А вот, говорит, люди и пишут, надо бы, говорит, сюда, в эту квартирку перевезти на первый этаж Надю. На что Зина поправляет Севку и говорит, квартирка не сдается, квартирка продается, вон там баннер висит. А Севка и сказал, да, перевезти сюда Надю, пусть она будет здесь жить на первом этаже, и за тобой мамка следить и ухаживать. Ну, что касается, Надя будет следить, Сева, не смеши на рот. При Надьке мамка будет закидывать себе в пищеприемник абсолютно все. И Надьку даже не спросит. А если Надька посмеет раскрыть свой хавальник и скажет, Татьяна Васильевна, вам это категорически нельзя, мамка Шупа быстро пошлет ее по пешему маршруту и, собственно, скажет, закрой. Рот тебя никто не спрашивал. Ну, а по поводу того, что будет она за мамкой смотреть, вот надо сюда Надьку поселить, так на первый этаж надо поселить не Надьку, а на первый этаж давным-давно надо поселить Шупу, которая бедная несчастная с больными ногами, с больной спиной никак не может дойти. Уже миллион раз жаловалась Севке на то, что ей тяжело подниматься. В общем, Шупа как заорала. Шупа, когда услышала про то, что Надьку могут сюда куда-то поближе к ней переселить, она как заорала. Да пусть, говорит, отщепится уже от нашей семьи. Да прицепилась к нам, как клещ. Да говорит, мало она, говорит, на твой канал залезла. Да, говорит, такая наглючка, ребят, такими эпитетами и комплиментами. Мамка обдавала Надьку. Я сидела, слушала и думала, боже, да нормальный, достойный человек. Знаете, когда начинает писать, да хватит вам, вы так проходитесь по Надьке. Да боже, да по ней так проходится Шупа, что мама не горюй. Нормальному человеку раз бы так сказали, он бы дорогу забыл бы сюда, к Шупе. Но это не Надька. По Надьке мамке можно пройтись как угодно. И мамка это давным-давно поняла, что Надька схавает абсолютно все. Лишь бы быть поближе к Севке и поближе к Севкиным деньгам. И иметь какую-то возможность содрать, как говорится, с паршива овцы хоть шерсти клок. А поймела Надька, сам Велке тоже немал. Мамка жалуется, сидит, рассказывает и говорит, да вот, да это какой-то кошмар, да что ж это такое, да прицепилась к нам. А Севка рассказывает, признался, что эту идею снять квартиру Нади, то ли снять, то ли купить, то он и проснять, и прокупить говорил, и всяко-разно. Эту, говорит, идею с квартирой Нади здесь поблизости, эту, говорит, идею мне, говорит, предложил Коля. И сказал, говорит, да-да, пусть, говорит, снимем квартирку здесь, будем Наде платить денюжки, а Надя будет присматривать как раз-таки за шупой, и все будут в шоколаде. Мамка, когда это услышала, что эта идея, друзья мои, принадлежит Колямбе, ее невестке, мамка готова была сожрать этого Коленьку. То есть, я так понимаю, где-то там за мамкиной спиной колясик, возможно, скооперировался с Надюхой, то, что они шупу терпеть не могут, это 100%, и, возможно, уже придумывает планы, как бы извести мамку шупу. Только вдумайтесь, ребята, это же вообще что-то с чем-то, да, Коленька решает. Ведь Коля знает прекрасно, как мамка относится к этой Надьке, что Надьку она на дух не переваривает, и он ведь специально подкидывает севке такие идейки. Правильно, себе забери эту Надьку, раз ты так ее любишь. Шупа, друзья мои, катком прошлась по этой Надюхе, обозвала ее квочкой, вспомнила, как они сидели с севкой и просили, просили донаты на трусы на одном из стримов, да, и, говорит, позорище, я, говорит, когда там сидела, я, говорит, хотела от стыда, говорит, провалиться, говорит, под землю, говорит. Севка начал защищать Надьку и, говорит, так не, это ж не Надька, говорит, предложила, говорит, просить на трусы, это ж, говорит, предложил я. Ну, Севка-то, понятно, ради контента может предложить хоть на презервативы, и мы все это прекрасно понимаем, но ведь Надьку никто не заставлял сидеть и позориться рядом, но она рядом с Севкой готова на все, за любой кипиш Надька всегда готова ради Севки. Ну, и мамка, кстати, рассказала одну очень интересную историю о том, как ей позвонила некая женщина, насколько я поняла, да, позвонила и говорит, гоните вы, Татьяна Васильевна, от себя ту, которая, говорит, сейчас сидит в вашем кресле. А мамка и говорит, а в этот момент в кресле сидела именно, именно Надька Беляш, и продолжает эта женщина, гоните, говорит, эту, которая сидит в вашем кресле, потому что, говорит, у нее намерение, говорит, извести вас, да, чтобы вы, говорит, померли, говорит, и квартира, говорит, досталась ей. Вы знаете, ребят, уж не знаю, насколько это правда, и был ли действительно такой звонок, опять же скажу, что я могу, могла этого и не слышать, потому что я не все обзоры Адамяна смотрю, да, бывают дни, когда у меня выходные, я выходные дни не смотрю у своих подопечных, на кого я делаю обзоры, то есть я могу что-то, конечно же, пропустить и так далее, я живой человек. Но в любом случае, некое зерно правды и правдивости в этом действительно есть, потому что то, что Надька, то, что мамка терпеть не может Надьку, это мы знаем прекрасно, то, что Надька не переваривает точно так же в шупу, это сто процентов. Это было очень видно, особенно по последнему ее приездам к мамке. И, конечно, Надьке было бы круто жить, иметь доступ к комиссарскому телу севки, быть ему нужной, вокруг него скакать. Единственное, единственное большое препятствие на пути, на Дюхиному пути к севке, это, конечно же, мамка шупа. И, естественно, ей хотелось бы нейтрализовать это большое препятствие в виде мамки и спокойненько себе заполучить сам Велку во всей красе. Поэтому, может быть, она действительно изводит ее как-нибудь. А кто его знает, что там происходит? Потому что после ее приездов мамка становится совсем невменько и неадекватна. Есть такой момент, есть такой момент. Ребята, вот такой у меня получился обзор, продолжение следует. Продолжение следует...